Постоянные встречи с должниками дают положительную динамику. Задолженность в консолидированный бюджет Московской области уже уменьшилась на несколько миллиардов рублей. И все равно местные налогоплательщики еще должны немалую сумму. Нам приглашены 19 должников, суммарный долг, которых свыше 31 миллиона рублей. В общем, разброс долга, я посмотрел по табличке, он большой, от 217 тысяч до 16 миллионов. Разные задолженности. Но в условиях непростой экономической ситуации мы готовы заниматься и маленькими, и большими деньгами. Из 19 человек на встречу пришли только 6. Среди них представители мобильного индивидуального универсального склада, первой земельной компании, гастро и монтаж сервиса, КРВ Консалта. Долг фитнес Сколково – 1 миллион 702 тысячи рублей. 1 июня и позже у нас будет достаточно средств, чтобы просто закрыть долг. А ранее, ну посмотрите, у нас просто 25 августа сотрудники, да, вот, и есть еще задолженности там по аренде. Все ваши другие долги, они после нас. А вы пытаетесь лавировать между сотрудниками и какими-то коммерческими долгами своими, а нам не платить. Компания «Алитус» занимается пошивом форменной одежды для государственных структур. По словам ее представителя, производство не выдерживает ценовую политику региона, а прибыль носит сезонный характер. Мы даже, понимаете, кредит не можем взять, нам Сбербанк отказывает кредит, мы у него обслуживаемся, потому что получается у нас нехорошая история. То есть на начало, как бы, на начало года у нас нету больших денежных средств. Они у нас приходят только в третьем, четвертом квартале, когда с нами рассчитывается государство. В компании работают 30 человек. Средний уровень зарплаты от 25 до 45 тысяч рублей. В прошлом году предприятие заработало 25 миллионов рублей. Вы нам должны 517 тысяч. Ну, вещи и цифры не соизмеримы. С вашими 25 миллионами по годам, с двумя с половиной миллионами по месяцу и так далее, и так далее. Вы, если можно, нас не погружайте в эту мифологию, с которой вы пришли, и заплатите до 1 июня налог. Иванов еще раз напомнил бизнесменам о важности грамотного финансового планирования. Ведь долги придется отдавать в любом случае, и 1 июня – крайний срок. А дальше запустятся судебные механизмы. Анна Макарова, Станислав Трейфонов, телекомпания «Один Соло».